Привет всем из Питсунды. Приехали с дочкой в супермаркет. Так что видео начинается здесь. Приятного посмотра. Супермаркет Олимп 1. Народа уже не так много. Здесь можно платить карты. В большинстве случаев за продуктами мы сюда ездим. Для сравнения несколько позиций покажу. Вот масло коровка из кореновки 400 грамм 370 420 грамм 180 грамм. 195 грамм и 170 грамм. Кефир 450 грамм. Коровка из кореновки 58 грамм. Какие-то позиции. Так вот 900 грамм. Тот же кефир коровка из кореновки 95 грамм. Так вот ниже у Мацони самого. Но есть ценник 150 грамм за банку 0,9 грамм. Так вот молоконность кубанская буренка и коровка из кореновки. Но ее нет уже закончилось. Ну вот ценники. Так. 900 грамм 105 грамм. Коровка из кореновки. И 1400 грамм 140 грамм. И 150 грамм 200 грамм. Ну вот майонез допустим. Тоже наверное в любом супермаркете российском есть. Слобода. Фунтанный. 190 грамм. Очередей нет. Совершенно. Ну и слава богу. А вот на рынке напротив. Какой-то прям. Не знаю. Не пробка. Но парковку я конечно нашел. Но прям оживление. Все в машинах. Такие вот аппетитные нектаринчики по 200 рублей килограмм. По дороге до дома. Заехали на Озеро Ингит. По плану насладиться здешними видами. И скушать нектаринчик. Вот такие возможности есть. В Абхазии. Едешь до магазина. На озеро заезжаешь. Но там змейка плавает. И куда ты? Хорошая моя плывешь. Ту-ти-ти. Я стою так как меня можно не заметить. Все спряталось. Ну а мы продолжим созерцать красоту этого места. Я вам скажу я вижу инверсионный след или химтрево. Я не знаю что это. Но вообще-то я тут не видел чтобы самолеты летали. Удивительно. Откуда это тут взялось. Здесь от такого отвыкаешь. За сезон-то тем более то что привычно для ижевчан например. Здесь это я прям за все лето первые вижу след. Ну ладно. Будем концентрировать внимание на красивом. На той стороне. Озеро коровки пасутся. Чуть левее лошадки. Замечательный пейзаж горный. Теплый день. Без жары излишней. Тишина. Спокойствие. Хорошо. Очень вкусный мектарин. Хе-хе-хе. Попробуй обувать. Хе-хе. Молодец. Я еще спросить не успел. Корова уничтожает банан. Беспощадно. Хотя языком его вылизывало. Доставалось. Сжирает. Центр цитрусового совхоза. Несколько часов нету света. Вот уезжали в магазин. Света не было. Повернулись. Какие-то моменты включали. Сейчас снова нету. Значит нету воды. Нету интернета. Соответственно. Короче развлекаемся как можем. На прогулке с нами. Две наши собаки. Одна постарше. Чара. Другая помоложе. Альма. А прогуливаемся мы в сквере. Рядом со зданием администрации. Это то что с колоннами. Здесь, например, для справки растут старейшие в Абхазии магнолии. Огромные деревья уже. Рядом с домом купца Айгумного. Здесь в зарослях очень много такого растения. Дочка спросила, что это. Сейчас будем Яндекс Алису спрашивать. Я уже забыл как называется. Алиса сказала, что это лаконос американский. Собственно, что есть дом купца Айгумного. Это вот это вот одноэтажное здание. Сейчас оно так выглядит. Крыша там уже провалилась. Ну, плющ все тоже обвил. Вокруг заросли. По пути на пляж. Есть кофейня у дороги. Заходите. Пацаны хорошие. Приемлемые. И тут в ручье настоящий водолаз есть. В прямом и переносном смысле. Мы с ним тут уже пообщались. У нас тут целая компания. Классная идея отряхиваться от воды в воде. Огонь. Цитрусовый.ру Это сайт, где вся справочная информация о цитрусовом совхозе. По любопытствуйте. Убийским. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Огромное количество сельчаек... Занимает... Всю прибрежную часть... Там, думаю, несколько сотен... Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На открытых участках ветер дует сильный. Вот здесь за счет этих зарослей как раз такое место, где ветра вообще нет. Тут хоть что-то можно рассказать. Впереди также виднеется труба, ржавая такая старая. По ней я переходил на ту сторону к качественным сооружениям. Вон они там впереди виднеются. Ну и видим мы отсюда горы за счет того, что река достаточно обширную такую территорию открытую создает. Можно отсюда видеть хорошо горы. Время примерно пятый час вечера. Пока я сюда шел, ну достаточно, мне жарко было. Я сырой, так сказать. Ну это вот к слову погоде и температуре и ощущениях. Несколько уток вижу плавает ближе к той стороне. В общем, всякой живности хватает. На этом видео буду завершать. Добавлю также видео с квадрокоптера, еще оставшиеся. Если пришлось по душе видео, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь, подписывайтесь на канал. Реквизиты для доната есть в описании к видео. Все это я говорю, так как все это помогает в развитии канала. Кто, чем может поддерживать, кто-то донатит, кто-то комментарий оставляет, кто-то делится. Кто-то делится видео с квадрокоптера, потому что у меня своего еще пока нет. Как говорится, с миру по нитке. Ну что ж, Лев из Абхазии был с вами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.